Всем привет! Это канал BitTalkBlog и сегодня я вновь вам расскажу последние новости из мира криптовалют к этому часу. ABF предложил создать в Армении зону для развития высокотехнологических стартапов, в частности блокчейн-проекты. По итогам встречи правительством Республики Армении и ABF была одобрена идеей создания свободной экономической зоны. На ее территории разместится передовой технологический центр «Республиканская Кремниевая долина». Данный центр не только привлечет специалистов со всего мира, но и будет взаимодействовать с различными крупными компаниями, которые также заинтересованы в уникальных высокотехнологических разработках, тем более в сфере блокчейна. В планах центра лежит создание уникальных технологических проектов, работающих на базе распределенного реестра, искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволит проекту держаться в тренде в сфере высоких технологий и следить за новостями новейших блокчейн-разработок. Свободной экономической зоны, используя международный акселератор, будет площадкой для создания и совершенствования инноваций со всего мира. Современные дата-центры будут направлены на обеспечение процесса функционирования проектов, основанных на распределенных базах данных. По словам представителей ABF, уже после первого года активной деятельности данной экосистемы будет создано около 270 новых рабочих мест с высокой оплатой труда и привлечено не менее 120 млн долларов инвестиций. По словам директора немецкого центрального банка Bundesbank, безграничные криптовалюты сложно регулировать в рамках отдельного региона или страны. А такие цифровые валюты, как биткоин, должны регулироваться с помощью набора международных правил, а не на уровне отдельных наций. Такое заявление прозвучало на фоне слухов о запрете криптовалютного трейтинга в Южной Корее. Однако, как стало известно позже, правительство страны не намерено запрещать биткоин. Тем временем, китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей. Это началось после того, как местные чиновники выдвинули предложение об ограничении подачи энергии для майнинг-центров. Власти Китая массово закрывают все платформы, связанные с торговлю криптовалютами, включая мобильные приложения и онлайн-платформы. Ранее их внимание было обращено к биржам, находящимся в юрисдикции страны. Сейчас же они планируют закрыть или заблокировать местные и офшорные криптоплатформы. Также правительство сообщает, что небольшие одноранговые транзакции запрещать не будет. На прошлой неделе стало известно, что Китай намерен положить конец майнингу биткоина в стране из-за серьезных опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии, а также ввиду финансовых рисков. Стоит отметить, что Китай полностью майнинг не запрещает, однако намерен постепенно исключить политику льготных условий для этого бизнеса в области электроэнергетики, налогов и землепользования. Власти также требуют строгой отчетности и уже в одной из провинций Китая в обязанности майнеров входит предоставление ежемесячного отчета о своем бизнесе. По последним подсчетам майнинга биткоина пользователям осталось добыть всего 20% монет. Еще в далеком 2009 году, когда Сатоши Накамото обнародовал свою криптовалюту, стало известно, что общее число монет составит 21 млн биткоинов. Разработанный Сатоши протокол Proof of Work не позволяет атаковать его сеть, делая его атаки хакерами экономически нецелесообразными и физически сложными. Также он первым в мире показал защищенный актив, средства которого нельзя потратить дважды. Известной проблемой сети биткоина являются потерянные монеты, которые находятся в сети, но выпали из оборота. Это происходит в силу потери приватных ключей, смерти или болезни пользователя, а также кражи монет хакерами. Однако ограниченное предложение монет только поднимает ценность данной криптовалюты. Еще одной проблемой для майнеров является сложность добычи новых блоков. Сейчас вознаграждение за добычу одного блока упало в два раза и составляет 12,5 BTC. Поэтому для жизнеспособности сети важно, чтобы вознаграждение было больше стоимости майнинга. Биткоин остался самой популярной криптовалютой не только в кругу инвесторов, но и для простых пользователей. А что произойдет, когда майнеры выкупят остальные 20% монет биткоина, остается только гадать. Другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылка есть в описании. Следите за новостями вместе с нашим каналом. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи!